Дорогие зрители, дело в том, что в записи этого курса принимали участие студенты Курской видеосеминарии. Было бы, наверное, неловко не дать им возможности задавать вопросы. Может быть, отчасти их вопросы совпадут с теми, что возникли у вас в процессе прослушивания и просмотра этого курса. Поэтому, если вы получите ответ на свои вопросы, это хорошо. Если не получите, то пишите мне, и я постараюсь ответить на все вопросы, которые интересуют именно вас. Ну что ж, давайте. Павел, вы как-то упоминали, что проповедник должен тратить время на подготовку проповеди где-то около 20 часов. Чтобы проповедь была успешной и полной, так можно сказать. Не всегда получается именно так, что действительно можно именно 20 часов потратить на проповедь. Ввиду тех или иных обстоятельств. Если, конечно, учитывая, что тот или иной брат может работать или еще какие-то там дела. Может быть, какая-то есть другая схема или какой-то совет, который вы могли дать, чтобы действительно было и больше времени мы могли тратить на проповедь и как-то учитывать. Потому что, учитывая, допустим, ту практику в церквах, как у нас, люди проповедуют по определенному списку, есть определенный график. И еще вы упоминали, что как минимум надо 5-6 раз проповедовать в неделю. Но у нас, к сожалению, не всегда так бывает. И вот, как бы, может быть, какие-то вы советы дополнительные дадите по этим вопросам? Спасибо за вопрос. Ну, вначале по поводу 20 часов. Я уверен, что время на подготовку к проповеди сокращать ни в коем случае нельзя. Иначе лучше тогда отказаться от проповеднического служения, если вы не готовы пожертвовать чем-то ради него. Богу не нужна жертва, которая тебе ничего не стоит. Это такой духовный принцип. Естественно, эти 20 часов нужно потратить не от начала до конца, не за один присест, что называется. То есть, не нужно сесть в 8 утра и в 4 утра со следующего дня лечь спать, после того, как вы подготовили проповедь. Нет. Эти 20 часов можно распределить по какому-то, так сказать, довольно длительному времени. На самом деле, я вам скажу такую вещь. Большинство из нас, когда были еще непрофессиональными проповедниками, вполне имеют эти 20 часов. Здесь нужна просто дисциплина и жесткий график. И усидчивость, и терпение, и так далее. Если вы непрофессиональный проповедник, как говорят, не люблю жуткое это коммунистическое слово, освобожденный служитель, освобожденный секретарь, попартийный партсекретарь, если вы освобожденный служитель, тогда, конечно, у вас есть 20 часов. Если вы где-то работаете на предприятии, то вы проповедуете реже, соответственно. Поэтому, если вы проповедуете раз в месяц, то уж в месяц-то можно найти 20 часов на то, чтобы подготовить проповедник. Работайте ночью, работайте рано утром. Нормально, когда все спят. Уделяйте в день по часу, по два. Что касается 5-6 проповедей, конечно, это не моя рекомендация, это рекомендация Спержина. Во времена Спержина все проповедники были, ну, почти все были освобожденными. Поэтому, естественно, они проповедовали по 5-6 проповедей. Тут ситуация ведь какая. У вас есть некий багаж. Допустим, у меня в моем активном, так сказать, запасе есть около 200 проповедей, которые я могу произносить где-то каждый раз в новой аудитории. Есть циклы проповедей на разные книги и так далее. Поэтому для меня проповедовать 5-6 раз в неделю никакой трудности не представляет. Мне не нужно каждый раз тратить по 20 часов. Я готовлю новую проповедь примерно с интервалом раз в две недели. Вот уже сейчас. Потому что новую проповедь я произношу в своей церкви, там, где я пастор. И я там ее произношу раз в две недели. То есть, через воскресенье. В принципе, я могу перейти на режим каждую неделю новую проповедь. Конечно, кроме воскресной проповеди у меня лично, у меня еще подготовка к разбору писания. У меня обязательно раз в неделю выходит статья духовная. Кроме этого еще какие-то статьи или проповеди для печати. То есть, я готовлюсь все равно довольно-таки много. Но мы сегодня в этом курсе говорим о церковных, воскресных проповедях, экспозиционных. Ну, нормально. Нормально. Можно вполне подготавливать. То есть, ничего невероятного в этом нет. Павел, мы говорили о том, что ничто не сбивает от повествования проповеди, как скрип микрофонов, шум детей бегающих, звонки телефонов. Вот отсюда вопрос. С одной стороны, вы говорили, что нужно воспитывать паству, а с другой стороны, не хочется прерывать проповедь и терять эту нить повествования. Какие могли бы оставить советы для проповедников, когда действительно такое наблюдается? Раз прозвенел звонок телефона, другой раз дети бегают, на них все обращают внимание. Задние скамейщики, так называемые, раз, два, три нарушают дисциплину. Таким образом, уже другие испытывают дискомфорт от этого. Какие-то, может быть, готовые такие ответы, которые проповедники могли бы использовать в своей практике? Спасибо. Значит, смотрите, какая штука. Когда я говорил о том, что надо воспитывать свою паству, я не имел в виду, что надо это сделать непосредственно за кафедрой, прервав проповедь. И там сказать, ну что же вы гады такие, бегаете, звоните в телефоны. Ну-ка, кыш все, пошли прочь, в сад все. Нет, вовсе не в этот момент надо воспитывать паству. Паству нужно воспитывать потом, в частных беседах, в очень таких деликатных беседах. Может быть, надо понять причину, почему так происходит и так далее. Скорее всего, люди просто не знают, что это плохо. То есть, они это делают не потому, что они злые и хотят вам навредить. Они просто не понимают, что это плохо. Иногда достаточно просто сказать. Человек будет просто потом побеседовать с человеком, и человек послушается. Что делать, если прямо во время проповеди ребенок плачет, не унимается, телефоны звонят, шуршат люди, не слушают? Во-первых, это тревожный сигнал для вас, как для проповедника. Значит, ваша проповедь им неинтересна. Значит, вы говорите так, что им возможно заниматься чем-то другим. У хорошего проповедника такие ситуации возникают довольно-таки редко. Когда сознательно кто-то начинает мешать или шуметь. Если какие-то форс-мажорные обстоятельства, ну да, ребенок, он не разбирает, хорошая проповедь или плохая. Или сотовый телефон, ему тоже все равно. Он звонит. В таких случаях, наверное, по-разному стоит поступать. Иногда я просто делаю паузу. То есть, все понимают, что пауза воцарилась довольно-таки неловкая. И сам виновник образования этой паузы тоже понимает, что видно, что он делает что-то не так. Надо как-то, видно, прекратить. Можно посмотреть просто на виновника каким-нибудь взглядом таким. Ну, не полным ненависти, конечно. Ну, а так внушительно. Может быть, даже с улыбкой слегка. Все будет понятно. Иногда можно попросить, ну, очень вежливо, конечно, очень тактично попросить, ну, успокоить ребенка, либо, значит, не мешать введению проповеди. Ну, конечно, извинившись за то, что приходится обращаться. Иногда можно просто продолжить попытаться игнорировать это дело. Ну, то есть, в разных ситуациях лично я поступал по-разному. Честно говоря, у меня нет готового рецепта на все ситуации. Конечно, если там очень агрессивный человек прорвался к микрофону, такие тоже бывают ситуации. Например, Андрей Васильевич Бондаренко, известный благовестник пьяных, советует брать за большой палец незаметно и так резко поворачивать его. От болевого шока человек трезвеет, и его можно тогда со сцены увести. Ну, какие-то вот такие. Тот же Андрей Бондаренко рассказывал, что когда однажды в храм-палатку вошли свидетели Иеговы, и стали там прям распространять свою литературу, шушукаться, беседовать с людьми, в это время выступала музыкальная группа, и он просто взял зарубильник и выключил электричество. То есть, остановилась музыка, фонограмма, цвет там частично погас, остался только дежурный. Он вышел и сказал, извините, в зале присутствуют люди сейчас, которые пытаются сорвать наше богослужение, и мы не сможем продолжать его, пока эти люди находятся в зале. Интересно, что этих свидетелей Иеговы вытолкали сами же неверующие слушатели, вывели. Рубильник включили, и программа продолжилась. Иногда даже вот такие радикальные способы. Но я думаю, что в любом случае надо молиться, иметь чувство такта, быть воспитанным человеком и, ну, так сказать, быть чутким к ситуации. Павел, такой вопрос у меня. Сегодня в церквах есть много братьев, которые действительно страстно желают проповедовать, но не всем это давно, и вы как-то уже упоминали в этом курсе, что действительно это призвание должно быть от Бога. Как объяснять вот таким братьям, что, ну, они, как бы, не то, это не их, не ремесло. И вообще я понимаю, что этим должен заниматься, конечно, как правило пастор. Да. Но тем не менее, тем не менее, пастора все-таки идут. Я не понимаю, это или эксперимент, или это жертва, я не знаю, как это правильно назвать. Но тем не менее, такие братья допускаются за кафедру. И как правило, как правило, ну, церковь не получает полного того назидания. Люди приходят для того, чтобы действительно что-то для себя подчеркнуть, что-то полезное взять с проповедью. И тем более, все-таки, Слово Божие, мы знаем, что оно живое и действенное. Спасибо. Вы затронули очень сложный вопрос на самом деле. Тут целый комплекс морально-этических проблем. Ну, во-первых, бывает так, что человек просто не учился. Его низкий уровень как проповедника вызван не тем, что его Господь не призвал, или у него нет способностей. Ему просто никто не объяснил, как надо. Таких людей надо просто направлять учиться. Ну, например, я думаю, что было бы плохо, если бы мы просто подошли к брату и сказали, Так, братцы, не будешь проповедовать? Не проповедуй никогда. Нет, я думаю, что первый шаг был бы таким. Хорошо, ты хочешь проповедовать? Да, хочу, страстно желаю. Честно говоря, я, правда, не знаю, где, в каких церквах есть действительно большое количество страстно желающих. Обычно-то люди, наоборот, ищем проповедников. Ну, так вот, вы подходите к человеку, говорите. Хочешь проповедовать? Хочу. Иди учись. Пожалуйста, мы не против, чтобы ты проповедовал. Иди учись. Ну, и дальше пусть с ним мучаются уже преподаватели. Вот, если, а когда, если действительно в процессе обучения выяснится, что он не способен к проповеди, его, ну, не призвал Господь на это служение, он не работает над собой, не развивается, тогда у вас будет уже мотивированный отказ ему сказать, ну, видишь, это не я один такой плохой пастор твой там, да, и так далее. Ну, как бы несколько братьев, учителя твои тоже не рекомендуют тебе проповедовать. Это не значит, что ты христианин второго сорта, ты можешь быть диаконом, там, да. Диакон, кстати, не должен быть учителен, вот он, диакон не обязан проповедовать. Его, когда Павел перечисляет качество пастора и диакона, там, разница вот в том, что пастор должен быть учителен, а диакон не обязан. Ты можешь служить в церкви, ты можешь лично с людьми беседовать, молиться. Ну, за кафедру, ну, так бывает. И обычно люди понимают это. К примеру, я отвратительный художник, это заметно, да, то есть, ну, я в детстве очень хотел рисовать, я даже посещал кружок художников. Наверное, надо мной смеялись, ну, мне попадались тактичные учителя, которые так мыкали, там, глядя на мои художества. Ну, или из меня очень плохой строитель, например. Ну, я очень хотел бы построить дом молитвы где-нибудь. Если я его, тем не менее, построю, то я подвергну жизнь людей опасности. Ну, вот это нормально. К чему-то у нас есть способности, к чему-то нет. И если спокойно, значит, вежливо, подружески поговорить с человеком, я думаю, он все поймет. Ну, не все же у нас совсем клинические случаи. Да. Как вы относитесь к тому, что вот есть братья, которые, когда выходят за кафедру, начинают проповедовать, они прекрасно знают, что, допустим, ну, есть определенное время, регламент определенный. И тем не менее, тем не менее, они, может быть, как-то так вот расходятся, что они перешагивают этот регламент и начинают проповедовать. И люди уже, я начинаю замечать, я вот несколько раз замечал, я смотрю, они уже начинают отвлекаться от проповеди. И даже есть, что устают. Ну, понятно. Это как раз проблема квалификации. То есть, человек, как проповедник, обладает недостаточной квалификацией. Я бы очень серьезно с такими проповедниками говорил. Нет ничего хуже, чем затягивать проповедь, конечно. Ведь сводится к нулю весь эффект. То есть, ты говоришь истину Божию, и в результате получаешь от слушателей ненависть к этой твоей проповеди. Я иногда жалею, что у нас нет специальных люков таких, в которые бы проваливался проповедник. Причем автоматически, на таймере, чтобы этот люк работал, независимо от кнопки. Но я думаю, что надо с такими проповедниками проводить серьезные беседы. Есть же такое понятие, как профпригодность. Представьте себе врача, который систематически забывает мыть руки перед операцией. Или систематически какие-нибудь инструменты в брюшной полости забывает. Ну, раз сделал... Да, бывают всякого рода ошибки. Ну, провели с тобой беседу, скажи, ты же больше так не делал. Ну, если ты второй, третий раз наплевательски относишься к аудитории, да, то есть, к самому процессу проповедования, ну, тогда, я думаю, надо решать вопрос о твоей профпригодности, если ты не способен следить за временем. Ну, как же так? Ну, тренируйся, репетируй дома. Ну, я довольно-таки принципиален в этом вопросе. Во всяком случае, с нашими проповедниками очень принципиален. Павел, после того, как вы рассказывали нам про слова-паразиты, которые мы используем в наших проповедях, у меня возник такой вопрос. Есть люди, которые частенько в своих проповедях после цитирования места из священного писания или раскрытия пункта в своей проповеди, говорят «Аминь». Как бы для взаимодействия со слушателями, которые их слушают, как вы относитесь к использованию этого слова, положительно или отрицательно, и может ли оно стать словом-паразитом в наших проповедях? Ну, да, спасибо за вопрос. Еврейское слово «Аминь», «Аллилуйя» действительно могут стать паразитами, как совершенно любое слово. Особенно это вот заметно у харизматических проповедников, которые к тому же подражают не лучшим западным проповедникам, прямо скажем. Помните, я вам говорил «раскачать зал на Аминь и Аллилуйя»? Это довольно такая типичная присказка «Аминь» с попросительной интонацией. То есть, типа, вы согласны? Это желание получить мгновенный отклик от зала. На мой взгляд, это признак непрофессионализма, с одной стороны. А с другой стороны, это признак попытки манипулировать массами. Я бы не раскачивал, что называется, толпу. Я вообще не люблю, когда массой манипулируют. Когда попытки манипуляции нет, и это просто слова-паразиты, ну, от них тоже нужно избавляться, на мой взгляд. Хорошие еврейские слова и «Аминь», и «Аллилуйя». Я думаю, что не нужно их вставлять просто для связки слов. А то это получается такой аналог христианского мата, что ли, даже. Ну, неверующие матерятся для связки слов. А мы используем благочестивые выражения. Негоже. Это святые слова. «Аллилуйя», «Хвалите Его», «Аминь», «Истину», «Так». Лучше их использовать по назначению и употреблять уместно. Павел, скажите, как вы относитесь к проповеди, где в качестве спикера выступает женщина? Яркий пример тому, Джойс Майер. Я скажу вам так. Женщина-проповедник и мужчина-роженица – это явление одного порядка. На мой взгляд, совершенно неприемлемо, чтобы женщина выполняла функции пастора и функции проповедника, как учителя и человека, наставляющего паству в церковном богослужении. Это не означает, что женщине вообще чуждо всякая назидательная функция. Нет. Женщина может учить других женщин. Женщина просто обязана учить своих детей. Но в церкви, когда Павел описывает церковное богослужение во второй главе первого послания к Тимофею, он пишет, что учить жене не позволяю. Там речь не идет о семейных отношениях, Павел описывает церковное богослужение. Начинает он его с молитвы, с организации того, как молиться в церкви, о чем молиться и так далее. А дальше переходит к учительству. Это не означает, что женщина по статусу ниже перед Богом, нежели мужчина. Потому что многие христианские феминистки тут же начинают кричать, что во христе нет ни женского, ни мужеского пола. Поэтому я и сказал, что тогда надо мужчинам рожать учиться, чтобы этот стих исполнить. Нет. Когда Павел говорит о том, что нет ни мужского, ни женского пола во христе, он имеет в виду статусную разницу. В смысле нашего статуса перед Богом мы равны. То есть, одинаково ценны для Бога и мужчины, и женщины. Но когда речь идет о функциональном назначении, о функциях, функции у нас у всех разные. Хошь, не хошь, мужчины не рожают, женщины не проповедуют. Это функциональное различие. Я считаю, что появление женщин-проповедников – это вина не столько женщин-проповедников, сколько мужчин, утративших свое библейское назначение. В этом виноваты, конечно же, мужчины. Как один брат, мне понравилось, как он отвечал на этот вопрос. Его спросили, почему мужчинам Бог доверил наставление и церковное руководство. Брат ответил, что Бог так сделал для того, чтобы мужчины хоть что-нибудь в церкви делали. И так в церкви все делают женщины. Давайте хоть руководить и наставлять будут мужчины. Ну, таков божий замысел о функциях, о назначениях мужчины и женщины. Я думаю, не нам его менять. В этом цикле, когда мы говорили о жанрах проповеди, и упоминали, что существует тематическая проповедь, текстуальная и экспозиционная. И мы в большей степени останавливались на экспозиционной проповеди как основной. Учитывая традиции проповедей в наших церквах, на наших богослужениях, где существует первая проповедь перед молитвой, короткая, 5-10 минут, вторая проповедь, 15 минут и третья, большая пастерская. Можно ли сказать, что экспозиционная проповедь в этом случае более приемлема для третьей пастерской проповеди? А, например, для первой и второй, может быть, с успехом использована, например, текстуальная. Ибо, наверное, время для экспозиционной проповеди 5-10-15 минут явно недостаточно. Ну, вот сначала насчет этой традиции, как бы по три проповеди на богослужении, я понимаю, чем она была вызвана. Она была вызвана в советское время недостатком, во-первых, Библии, во-вторых, недостатком систематического библейского обучения. Поэтому именно количеством проповедей вот этот недостаток пытались восполнить. Получается, было служение в среду, в среду три проповеди, там, ну, среди недели где-то. Было служение в субботу три проповеди, в воскресенье утром три проповеди и вечером три проповеди. То есть, за неделю человек прослушивал 12 проповедей и более-менее как-то в библейском материале находился. И это, конечно, был выход тогда. Я думаю, что сейчас нам нужно уходить от количества потихонечку к качеству. Но я, опять же, далек от мысли вмешиваться в церковную политику. Если у вас так принято, и это священная корова, три проповеди, значит, вот, и церковь порушится, если вы скажете две проповеди вместо трех. У нас в церкви две, кстати, проповеди на воскресном богослужении. Но при всем при этом. Я считаю, что даже 15-минутная проповедь может быть экспозиционной. Она будет объяснять смысл текста. Ну, во-первых, можно взять просто абзац покороче. Ну, или абзац разделить на краткие какие-то мысли. Это, во-первых. Во-вторых, можно идти как бы более крупными мазками. То есть, не уходить в подробности. Ну, а говорить, ну, как-то так, более общо, что называется. Ну, и в-третьих, я думаю, что на самом деле все зависит от желания проповедника. Ну, никто же не запрещает говорить и тематические, и текстуально-тематические проповеди. Они вполне имеют право на жизнь. То есть, проповедник сам должен выбирать жанр своей проповеди в зависимости от насущных потребностей. Но я бы советовал все равно идти к изъяснительной, к экспозиционной проповеди. Ну, почему мы на этот вопрос отвечали, в общем-то, в лекции. Павел, у меня такой вопрос. Можно ли в проповеди использовать молитву? То есть, сочетать молитву с проповедью. Я в одной церкви наблюдал, значит, такую проповедь. Пастор вышел, и в качестве проповеди он произнес 15-минутную молитву. Она содержала в себе все необходимые для проповеди компоненты. Значит, как вы это рассматриваете? Ну, я не очень люблю эклектику смешения жанров. Все-таки молитва – это когда ты говоришь Богу о людях. А проповедь – это когда ты говоришь людям о Боге. Конечно, такой жанр присутствует в Писании. Ну, например, псалмы. Псалмы – это одновременно молитва. И в то же время это слово Божие, обращенное к нам. Но, скорее всего, этот жанр такой исключительный, специфический, что ли. Я бы не делал это правилом. Ну, один раз, если произошло это, ну, ладно, как на экзотику на это посмотрим. Подивимся, значит. Наверное, усомнимся в эффективности. Потому что, на мой взгляд, я вижу здесь несколько несоответствий. Вот этот коринфский синдром, когда ты Богу начинаешь говорить какие-то тайны, да, там, значит, зачем Богу проповедовать, совершенно непонятно. Вот второе – то, что, ну, люди смущаются. Если вы хотите молиться, да, то есть, ну, например, на молитвенном собрании, никто вас не заставляет говорить проповедь. Молитесь. Ну, я не вижу ничего плохого в том, что если вот собралась группа христиан на молитву, это не значит, что обязательно нужно проповедь им сказать. Да нет, ну, молитесь тогда. Молитесь, и все будет хорошо. Но церковное богослужение обязано иметь такой момент, как наставление. И вот эта проповедь должна уже быть, собственно, обращена к людям и должна содержать в себе элементы разъяснения Писания. То есть, она должна быть, собственно, разъяснением Писания. Ну, вот как-то так я отвечу на это. Павел, просто после прослушивания ваших лекций я подошел к одному моему другу, он проповедник, и поделился с ним, показал ему примеры составления планов проповедей, на что он похлопал мне по плечу, говорит, да, ты молодец. Но потом я услышал немного странные для меня слова. Он сказал мне то, что все эти составления, они для молодых проповедников, для неопытных. А в дальнейшем, когда я наберусь опыта, я смогу утром проснуться до богослужения минут за 15, и Господь откроет мне истину, и я быстренько напишу проповедь. Как бы вы ответили ему, находясь на моем месте? Я бы ответил ему словами Господа Иисуса Христа, лукавый раб и ленивый. Это поразительно. Вот смотрите, вот строится дом. Сколько месяцев он строится? Ну, по-разному. И от опыта строителя вовсе не зависят сроки. Ну, а если и зависят, то совсем немного. То есть, невозможно быть таким строителем, как-нибудь так усовершиться к старости, чтобы раз, вышел и за 5 минут дом построил. То есть, такого не бывает. То же самое и с проповеди. Если ты настолько самоуверен и настолько спесив, я бы сказал, наверное, своему оппоненту, что тебе кажется, будто бы ты уже все знаешь, то это как раз лаодикийский синдром. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, мне не надо копать, углубляться. Я и так все знаю. Это очень опасная позиция. Я бы гнал таких проповедников с церковной кафедры, именно с формулировкой «лукавый, раб и ленивый». Пусть посидит, поучится, прежде чем учить. Павел, скажите, как относиться к людям, которые считают, что молодые проповедники, они недостойны говорить слово. И вдобавок, еще некоторые люди показывают своим поведением то, что молодой человек проповедует, молодой проповедник стоит у кафедры. И есть люди, которые показывают своим поведением то, что ты недостоин проповедовать. Как к таким людям относиться и что с этим делать? Надо вообще всех любить, Господь говорит. Всех надо любить, ко всем относиться с уважением и почтением. Но апостол Павел писал Тимофею, никто да не пренебрегает юностью твоей. Это совершенно не важно, но будь образцом. Если молодой человек готов быть образцом для верных во всем, что касается правильного проповедования, его возраст не должен никого сильно волновать. Давид пишет в 118-м псалме, «Я стал разумнее старцев, ибо повеления твои храню». На мой взгляд, верно проповедующий и, естественно, скажем так, скромный и смиренный проповедник молодой, верно проповедующий слово истины, для меня гораздо предпочтительней, чем старец, льющий поток сознания с кафедрой, не имеющий отношения к слову Божьему и вообще к возвещению истины. Однако, при всем при этом, молодому человеку легко впасть в гордыню. Это да, это есть такая опасность. От нее следует, конечно, беречься, от нее следует воздерживаться. Ну и, конечно, таким людям, которые снисходительно на тебя смотрят, ну пусть смотрят, ничего. Дело в том, что вообще уважение – это такая штука, которую нельзя потребовать. То есть, как только ты начинаешь требовать от кого-то, уважайте меня, тем самым вы сразу ставите крест вообще на вас. Уважение – это такая штука, которая заслуживается без требований. То есть, либо вы ведете себя так и проповедуете так, что заслуживаете уважения. Ну, пусть не сразу, пусть в течение какого-то времени. Либо, ну, его так и не будет у вас. Обращайте внимание на свою квалификацию, на свое духовное состояние. А кто уж как на вас смотрит, ну, не так важно. Недавно я услышал пример такой проповеди. Один проповедник вышел в халате, в одеянии пастуха и рассказал весть о том, как пастухи пришли к Марии, как бы от лица одного из этих пастухов. Вот скажите, является ли это проповедью? Если да, то каким же видом эта проповедь является? И вообще применимо ли это для проповедника такой образ? Ну, внесение элементов театрализации в проповедь я могу приветствовать только в том случае, если они не превращают проповедь в театральное действие. Мне сложно судить конкретно об этом проповеднике, потому что я не слышал его проповедь. Я не знаю, действительно ли он объяснял писание, действительно ли его проповедь была результатом тщательной экзигезы, тщательной подготовки, действительно ли он донес до слушателя истину писания. Если да, и при этом он был одет в костюм пастуха и какие-то еще манипуляции совершал, ну, для привлечения внимания, ну, наверное, интересно, неплохо. Я бы не рискнул так делать, у меня бы не получилось. Я никудышный актер. А вот, ну, какие-то элементы театрализации можно рассматривать как иллюстрацию к проповеди. Но любая иллюстрация, мы это подчеркивали, она должна знать свое место. И, конечно же, если это происходит постоянно, тоже в этом, с одной стороны, нет ничего страшного, при условии, если действительно писание объясняется, писание проповедуется. Но опасность я вижу здесь какую? На самом деле, мы с вами говорили в лекции о неверных, значит, средствах выразительности проповеди. Если проповедь подменяется театральным служением, театральной постановкой, тогда это, конечно, совершенно недопустимо. Если проповедь, как объяснение Слова Божьего, исчезает, заменяется каким-то действом театрализованным, то это, конечно, ну, совсем плохо. Я бы не стал. Павел, вопрос вот такого плана. Как относиться к плагиату в проповеди? Допустим, если у меня, к примеру, нет времени подготовиться, то есть я не успел, а я сегодня стою в графике, то есть утром я просыпаюсь, да, я просто глупо скачиваю проповедь с интернета или беру чей-то конспект... Выспроизводите. Да. Как к этому относиться, как вы считаете? Ну, значит, у меня будет, наверное, трояким ответ на этот вопрос. Во-первых, это нельзя делать правилом. То есть, на самом деле, это очень легко превратить в зависимость. Ну, один раз прошло, и второй раз пройдет, а потом и третий, и потом человек вообще перестает готовиться, а пользуется чужими конспектами. Это не должно стать правилом. Во-вторых, если вы проповедуете, произносите чужую проповедь, об этом нужно сразу сказать. Тогда это не будет уже плагиатом, это будет просто цитированием. Если вы объявляете автора проповеди, вы, допустим, говорите, что основанием для этой проповеди послужила проповедь такого-то человека, и я внес, может быть, какие-то свои элементы, но в основном я взял его проповедь. Это может стать хорошей палочкой-выручалочкой, ну, в совсем глупой такой ситуации, в форс-мажорной. Но третья часть моего ответа будет как бы исключать две первые. На самом деле, я считаю, что у хорошего проповедника таких ситуаций быть не должно. Есть хороший старый принцип, которому меня еще учили в церкви. Проповедник всегда должен быть готов проповедовать. Правда, обычно под этим подразумевали, что он должен уметь импровизировать, ну, то есть выйти за кафедру и гениально сымпровизировать. Нет, я под этим подразумеваю другое, что у вас должна быть всегда в запасе одна тщательно подготовленная проповедь. В 20 часов вы сидели, там, экзигезу, все, сделали проповедь и в запас. Подготовили следующую. То есть готовиться к проповедям нужно как бы с опережением, как на конвейере работает, существует так называемая выгонка машин, когда весь конвейер раз и резко уходит, ну, как бы к началу, и потом они получают минут пять отдыха, то есть пока машины уже сделаны, идут до их рабочего места. Также и с проповедью. Нужно заготовить их впрок и в форс-мажорных обстоятельствах выдавать. Как вы относитесь к проповеду музыкальному сопровождению? То есть когда проповедник говорит, а фоном играет какая-то музыка. Еще даже я слышал, что как бы пением проповедь все воспроизводится. Ну, с пением сложнее, потому что в пении есть слова, есть там только вокалист какой-то или музыка. Ну, опять же, это может быть как бы украшением проповеди, это может быть сделано для создания определенного психологического эффекта. В принципе, ничего плохого в этом я не вижу. Опять же, важно, чтобы музыкальное сопровождение не тянуло одеяло на себя, то есть оно должно быть адекватным. Тут я вижу какую проблему. Дело в том, что проповедь, логика построения проповеди, у проповеди любой есть своя драматургия, есть свой авторский замысел, скажем так. Есть какие-то вводные вещи, есть кульминации, есть призывы и так далее. И вот все эти акценты с музыкальным произведением могут не совпадать. Дело в том, что очень сложно подобрать такое музыкальное произведение, которое бы повторяло контуры вашей проповеди. Ну, я как музыкант профессионально говорю. Только если вы еще, к тому же проповедник-композитор, который под свою проповедь специально написал музыку, да еще аранжировал ее и записал, ну, может быть, тогда, да, чтобы в нужных местах там были кульминации. Я не вижу в этом ничего плохого, но здесь нужен довольно тонкий музыкальный вкус. И, опять же, если музыка является инструментом психологического манипулирования, то есть, когда вы пытаетесь музыкой, эмоциональным состоянием восполнить недостатки, скажем так, содержания вашей проповеди, то это, конечно, плохо, никуда не гадится. Сквозь призму того, о чем мы говорили все эти часы, проходит одна мысль, что проповедник должен читать не просто много, а мега много. А есть ли какой-то необходимый минимальный перечень книг, которые каждый проповедник обязан прочитать в своей жизни и использовать знания этих книг для себя? Может быть, вы что-то посоветуете? Ага. Ну, это вот тот самый рояль в кустах. Об этом вопросе мы договорились заранее, слушатели. Поэтому ответ на него совершенно случайно сейчас будет на экране. Это краткая библиография, которую я подготовил. Ну, кстати, все остальные вопросы спонтанные, честно. Кроме этого. Библиография. Я думаю, что вот 12 книг, которые вам нужно прочитать, ну, что называется, ну, вот на начальном этапе. Часть из них – это книги духовные, они написаны верующими авторами. Часть из них – книги абсолютно светские, написанные светскими авторами. Ну, Джеймс Брага «Как подготовить библейскую проповедь» – это классика. Книга, которая очень вам поможет. К недостаткам ее можно отнести лишь то, что написана она иностранцем и довольно плохо переведена на русский язык. Ну, а вообще книжка очень хорошая. Вы ее должны прочитать. Генри Верклер «Классический труд по герминевтике». Я думаю, что вы должны с ним обязательно ознакомиться и не просто бегло прочитать, но проработать его. Александр Александрович Волков «Курс русской риторики». Ну, Волков – профессор МГУ. Я думаю, что это один из ведущих современных филологов. И, конечно, вам нужно ознакомиться с его работой. Она немножечко так специфичным языком написана. Продраться сквозь нее трудновато, но возможно. Ирина Борисовна Голуб – тоже современный филолог. Филолог – это женщина. У нее есть книжка как раз легкая по контрасту с книгой Волкова. «Основа культуры речи». Эта книжка написана для старшеклассников. Ну, то есть, фактически для детей, для подростков. Очень многое вы можете оттуда подчерпнуть. Мартин Ллойд Джонс «Проповедь и проповедники». Книга неоднозначная. Так сказать, не совсем я там согласен. Но Мартин Ллойд Джонс – это один из величайших проповедников 20 века. Один из таких принципиальных, чем-то непреклонных проповедников. И его вот эта вот книга, ну, все же содержит много, очень много ценных мыслей. Дальше Джон МакАртур «Возвращение к разъяснительной проповеди». Эта книга представляет собой фактически сборник статей о разъяснительной проповеди. Я думаю, вы не пожалеете, если все эти статьи прочтете и проработаете. Джон МакАртур – апологет экспозиционной проповеди. И, конечно, знает, о чем говорит. Хотя его имя здесь, ну, поставлено скорее как реклама, наверное. Потому что это все-таки сборник статей разных авторов. Дитмар Ильяшевич Розенталь «Культура речи». Дитмар Ильяшевич – это икона русской филологии. Это человек, обладающий непререкаемым авторитетом во всем, что касается. Речи, грамотности речи, грамматики. Почитайте, очень хороший учебник. Поль Сопер «Основа искусства речи». На мой взгляд, это лучшая книга по риторике, которая издана на русском языке. Лучше очень трудно найти. К сожалению, русскоязычные авторы, они несколько академичные. А вот Поль Сопер пишет легко, читается, что называется, на одном дыхании. Очень-очень полезно. Чарльз Сперджин «Лекции моим студентам». Да, ну, кстати, вы же догадались, что это не в порядке приоритета книжки, да? Просто по алфавиту, значит, по авторам. Чарльз Сперджин «Лекции моим студентам». Книга известная. Вряд ли вы научитесь проповедовать по этой книге. Есть у Сперджина другая книга, называется «Добрые советы проповедникам». Вот, кстати, лекции моим студентам, это, собственно, тоже можно охарактеризовать как «Добрые советы проповедникам». Советов действительно очень много, очень много хороших. Ну, советы от короля проповедников, это очень ценно. Лев Успенский «Слово о словах». Книга замечательная, книгу, которую надо бы прочитать еще в детстве, чтобы потом говорить всю жизнь грамотно. Но если вы ее не читали, обязательно прочтите. Значит, Гордон Фи и Дуглас Стюарт «Как читать Библию и видеть всю ее ценность». Эта книга посвящена жанровым особенностям толкования священного писания. Очень кратко, но вместе с тем очень полезно и довольно емко авторы рассказывают о том, как толковать различные жанры библейских книг. Опять же, главным недостатком этой книги является то, что она отвратительно переведена на русский. Читать ее очень и очень трудно, вот сквозь перевод нужно продираться. Причем видно, что по-английски она написана хорошо, легко и интересно. А вот в русских изданиях полно опечаток и откровенных переводческих ляпов. Ну и, наконец, Чуковский Корней Иванович «Живой как жизнь». Книга о русском языке, прочитав которую, вы станете говорить немножечко лучше, живее и грамотнее. Я думаю, что вот эти 12 книг, как такой необходимый минимум, вам нужно прочесть в своей жизни. Конечно же, продолжайте читать специальную литературу при подготовке к проповеди разного рода справочники, толкования и так далее. Читайте и светскую литературу, которая поможет вам расширить кругозор. Читайте специализированную светскую литературу, касающуюся риторики и так далее. Я думаю, что все это послужит вашему проповедническому труду. И, как говорил Павел, успех ваш будет очевиден. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»